Они обрушиваются ранее, чем прежде. Я понял, что это историческое событие. Они становятся более мощными. С вами есть кто-нибудь ещё? Вам нужна помощь? Там есть кто-нибудь ещё? И они появляются в местах ранее их не знавших. Если вы живёте на севере от аллеи Торнадо, то в недалёком будущем Торнадо появится у вас на крыльце. Торнадо изменяются. События одного трагического дня объяснят, почему. Ужасающий проблеск будущего — ключ к спасению жизни. С точки зрения науки. Атака Торнадо. Пятое февраля 2008 года. Великий вторник. На центральных равнинах назревает гроза. Эта гроза будет необычной. Со скалистых гор спускается холодная сухая погода, а север залива находится под влиянием тёплого воздуха, несвойственного для этого времени года. В месте их встречи создаётся история. Такая погода необычна для зимы. Первые признаки беды появляются поздним утром. Над Техасом формируется сильный грозовой фронт. Я сразу подумал, что должен сообщить об этом. Очевидно, что мы имеем дело с крупным циклоном, несущим опасные погодные явления и угрозу для людей. К середине дня в области циклона начали зарождаться самые мощные грозы. Сверх ячейки. Спустя час ситуация на Земле становится критической. Начались смертоносные разрушения. 87 мощных торнадо обрушились с небес на Миссисипи, Алабаму, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Ущерб составил более полумиллиарда долларов. Погибли 57 человек. Это одна из самых сильных зарегистрированных атак торнадо. Однако предполагаемое будущее еще хуже. Специалисты, изучающие Великий вторник, предсказывают темное будущее. Более сильные и разрушительные торнадо, возникающие не в свой сезон. Обрушивающиеся на районы, где раньше появлялись редко. Торнадо изменяется. Итак, что именно происходит? Решения лежат в руинах Великого вторника. Поиск ответа на загадку этой разрушительной атаки — вопрос жизни и смерти. Исследователи начинают с самой большой тайны. Как формируется торнадо? Зная это и размышляя от обратного, они могут выяснить, чем была необычна гроза, породившая торнадо Великого вторника. Они точно знают, что торнадо формируется во время сильных гроз. Ураганы развиваются в течение нескольких дней, покрывают тысячи квадратных километров, их траектория предсказуема. Торнадо появляются за секунды и, кажется, случайно. Поймать их в действии считается чистой удачей. Билл Галлус из Университета штата Айовы — ученый, пытающийся в этом разобраться. Если на берегу появляется ураган, то благодаря его размерам мы знаем, что он пройдет через несколько метеостанций. И у нас будут данные, которые помогут его понять. Но ширина типичного торнадо намного меньше километра, и шанс его прохождения над метеостанцией невелик. Но и при прохождении торнадо над метеостанцией мощный ветер разрушит ее. Эти два фактора превращают торнадо в своего рода ночного вора, который знает все способы избежать поимки. В среднем над Соединенными Штатами возникает 1200 торнадо в год. Больше, чем в любом другом месте на Земле. Они зарождаются в аллее торнадо, раскинувшейся от Техаса через Оклахому до Айовы и Небраски. Обширная и плоская местность, где пересекаются атмосферные влияния между севером и югом. Здесь у погоды есть все нужные ингредиенты для торнадо. И традиционно сезоном торнадо является весна. Когда зима сменяется весной, полярный воздух со скалистых гор стекает на равнины. Он ложится на курс в столкновение с теплым, влажным воздухом, направляющимся на север от Мексиканского залива. Все готово. Теплый воздух более легкий и стремится вверх. Холодный воздух тяжелее и опускается вниз. При столкновении воздушных масс потоки начинают вращаться. Специалист по торнадо Робин Тономачи доступно демонстрирует, что происходит дальше. Теперь перед нами очень нестабильная ситуация. Видно, что в верхнем отделении находится плотная тяжелая вода, а в нижнем — воздух, плотность которого намного ниже воды. Воздух стремится в верхнее отделение, вода в нижнее. При увеличении этой нестабильности в несколько тысяч раз возникают обширные грозовые облака, сверх ячейки. Место рождения торнадо. В сравнении с обычными грозами, их ширина достигает 32 километров, а высота в два раза превышает Эверест. Сверх ячейки — это самые беспощадные грозы. Но энергии грозы нужен выход. Холодный воздух стремится вниз, а теплый — вверх. Для восстановления равновесия и освобождения энергии требуется присутствие еще одного ингредиента. Посмотрите, как пузырьки воздуха поднимаются в верхнее отделение. Это очень неэффективный способ восстановления баланса в такой системе. Поэтому сейчас я добавлю турбулентности, несколько размешав ее. Теперь она вращается. В середине образовался водоворот, в центр которого в верхнее отделение поднимается воздух, а вода стекает в нижнее. Это наиболее эффективный способ восстановления равновесия в такой системе. Из-за дисбаланса теплый и холодный воздух смешиваются путем вращения. Для тяжелого воздуха это самый быстрый способ попасть вниз. Такое вращение называется сдвигом ветра. Это второй важный ингредиент торнадо. Относительно слабый ветер на поверхности и более сильный наверху создают вращение. Это и есть сдвиг. И так им известно, как возникают сверхъячейки. Но почему в сверхъячейке формируется торнадо, остается величайшей тайной погоды. Похоже, подсказки в самом вращательном движении. Многие исследователи торнадо иногда называют это явление природной случайностью, потому что трудно определить совокупность факторов, приведших к торнадо. Мы знаем, почему в грозу происходит сильное вращение, но определенно у Земли происходит что-то более сложное. Вращение может происходить в таких маленьких масштабах, что его невозможно измерить. Торнадо зарождается только в каждой четвертой сверхъячейке. Чем она отличается от других? Мы еще не знаем, что это за таинственный, недостающий ингредиент. Нам кажется, что мы понимаем, как возникает торнадо, но есть что-то непостижимое, определяющее, в каких случаях торнадо коснется Земли, а в каких нет. И если коснется, то последствия будут разрушительными. При соприкосновении с Землей в воронку будет затягиваться теплый влажный воздух. Этот теплый воздух называется восходящим потоком. Низкое давление в водовороте создает вакуум, а окружающий ее теплый воздух высокого давления стремится внутрь. Попадая в воронку, теплый воздух несется вверх, пытаясь восстановить равновесие, и при этом затягивая все больше и больше теплого воздуха от Земли. Теплый воздух служит горючим, дающим энергию для движения вперед. В воронку затягиваются все обломки, попадающиеся на пути. Вы не только видите ее приближение, вы ее слышите. Давай, давай! О, Боже! Торнадо описывают не только как рев товарного поезда в зависимости от скорости движения торнадо. Говорят, что если он находится в доме, то может издавать свистящие звуки, скажем, если проходит через оконные щели или что-то похожее. В Великий вторник один из наиболее сильных торнадо, когда-либо появлявшихся в Арканзасе, пронесся по штату рекордные 196 километров. В семи округах погибли 13 человек. Сто домов в маленьком городке Аткинс разрушено. Но уникальным этот торнадо делает его появление не в то время года. Такие мощные торнадо очень редко бывают зимой. А в Великий вторник их было 87. Сейчас исследователи переключили внимание с торнадо на грозы, в которых они формируются. Ответы, которые они вот-вот получат, еще на один шаг приблизит их к пониманию причин ужесточения торнадо. 5 февраля 2008 года разрушительная атака торнадо унесла 57 жизней и оставила специалистов в недоумении. 87 мощных торнадо зимой — очень редкое явление. Как только я успокоился и понял, что на дворе только 5 февраля, я также понял, что это историческое событие. Причудо погоды? Или рождается новый закон? Чтобы найти ответы, ученые воссоздают события, приведшие к Великому вторнику. Днем ранее метеорологи Центра прогнозирования гроз заметили опасное поведение ветра. Обычно такое происходит весной. Они с удивлением зарегистрировали теплый южный ветер и холодный северный. При их встрече в аллее торнадо велик шанс возникновения торнадо. Хотя до сезона торнадо еще два месяца. Почему два весенних воздушных потока сталкиваются зимой? Ответ найден в необычном тихоокеанском течении в полутора тысячах километрах. Джо Шеффер, директор Центра прогнозирования гроз в Оклахоме, решил выяснить причину зимних атак торнадо. Великий вторник был в феврале. Вероятно, такие мощные явления в феврале вызвали удивление у обычных людей. Он начал с поиска более крупных систем явлений. Возможно, появление весенней погоды зимой имеет отношение к ля-ни-ня, обширному океаническому явлению охлаждения в восточной части Тихого океана. Это рискованная ставка, но известно, что оно вызывает сильные погодные явления в самых неожиданных местах. Должны быть, должны быть какие-то подсказки о планах Матери Природы. Всегда существуют более крупные системы. Наиболее крупные — это цикл Эль-Ниньо и Ля-Ниньо. Этот цикл влияет на обширные океанские течения, управляющие потеплением и охлаждением океанов. Эль-Ниньо несет теплые тропические воды на восток, к западному побережью Америки. При этом атмосфера над ним нагревается. Эль-Ниньо длится примерно год. Затем его направление меняется на противоположное, и температура падает. Такое изменение называется Ля-Ниньо. Течение переносит более холодные воды и воздух. Известно, что более холодные воды Ля-Ниньо увеличивают силу атлантических ураганов, но связь с торнадо еще не доказана. Мы просто проанализировали количество торнадо по всей стране и попытались узнать, какое явление было активно. Эль-Ниньо, Ля-Ниньо, то есть противоположное, или одно из них. Они обнаружили, что в год Ля-Ниньо атаки торнадо с большей вероятностью будут более суровыми. 2008-й был годом Ля-Ниньо. Последствия были колоссальны. Убедительное доказательство того, что зимняя атака в Великий вторник была вызвана явлением Ля-Ниньо. Это невероятный успех. Теперь разгадана загадка о том, каким образом происходят смертоносные зимние атаки торнадо. Ученые выяснили, что благодаря Ля-Ниньо усиливаются холодные северо-западные ветры, и, соответственно, сдвиг ветра от торнадо становятся более яростными. Этот прорыв всего лишь этап в изучении торнадо. Выявление связи и доказательство ее существования считается вкладом в науку. Такой вклад может помочь синоптикам спасти жизни в будущем. Однако разгаданы еще не все тайны, стоящие за Великим вторником. Мы знаем, почему все произошло зимой. Но теперь ученым предстоит выяснить, почему торнадо были столь сильными. Синоптик Грег Карбин и его команда первыми увидели, где назревает опасность. Первые предупреждения по Арканзасу были информационными сообщениями. Надвигается опасная погода. Несмотря на эти предупреждения и даже на предупреждение о возникновении торнадо, погибли люди. Невозможно подготовиться к той разрушающей силе, которая вот-вот будет рядом. Великий вторник, 5 февраля 2008 года. В пять вечера на Арканзас спустился огромный торнадо. На его пути лежит семь округов. Мощь этого монстра способна удивить любого. По системе, которая называется шкалой Фуджиты, ученые классифицируют силу торнадо от ЕФ-0 до ЕФ-5. При ЕФ-0 с деревьев летят ветки. При ЕФ-2 может подняться крыша. Более высокие значения очень редки. Водоворот при ЕФ-5 может достигать скорости 480 км в час. Это самая большая известная скорость ветра на планете. Торнадо в Арканзасе со скоростью ветра около 320 км в час относится к ЕФ-4. И не только он. Другой торнадо с силой ЕФ-4 обрушился в 480 км от него на Джексон, Теннесси. Он разметал университет Юнион. В штате Теннесси была разрушена тысяча домов. Погибли 32 человека. Обломки находили в 113 км от места, где их подняло в воздух. 5 торнадо Великого вторника имели силу ЕФ-4 и обнаруживают опасную тенденцию. Торнадо более сильные и продолжительные. За считанные часы общее число погибших достигло четверти годового значения. Чтобы выяснить причину такой разрушительной силы, ученые должны определить, откуда берется эта энергия. Существует ли связь с мощным океаническим течением во время Ла-Нинья? Если да, то какая? Первая подсказка находится в 10 км над Великими равнинами. Невидимая сила со скоростью 480 км в час управляет грозой и вращает ее все быстрее. Ветряная лента под названием струйное течение. Оно несется в верхней тропосфере. Струйное течение формируется при столкновении холодного воздуха с Северного полюса и теплого экваториального воздуха. Из-за вращения Земли, объединившись, воздушные массы воздуха смещаются с запада на восток. При столкновении полярного воздуха и воздуха из Мексиканского залива теплый воздух затягивается в грозу и затем в тропосферу, откуда обрушивается струйным течением. При прохождении струйного течения вдоль Соединенных Штатов по вершинам гроз в него вливаются восходящие потоки, придавая грозе вращение. Так же, как порыв ветра в трубе усиливает горение, струйное течение усиливает грозу. При более тщательном изучении развернувшихся в Великий вторник событий, ученые обнаружили очень интересную улику, которая связывает силу струйного течения и разрушающую силу торнадо с Тихоокеанским течением Ля-Нинья. Доктор Шефер также обнаружил, что из-за Ля-Нинья увеличивается не только вероятность возникновения торнадо зимой, но и его сила. В период Ля-Нинья температура в восточной части Тихого океана снижается, возникают более сильные восточные ветры, что увеличивает скорость струйного течения. Более быстрое струйное течение порождает более сильные торнадо, которые вращаются быстрее и дольше, в результате больше разрушений. Это как нападение. Он вышиб стекло, поднял нас вверх, и я помню, как мы перевернулись в воздухе, а затем приземлились сюда. Великий вторник 2008 года произошла одна из самых сильных атак торнадо. Но можно ли было предотвратить трагедию? Сейчас на Великих Равнинах ученые пытаются выяснить, каким образом в грозе формируется торнадо. Поняв это, они смогут делать более ранние предупреждения. Их целью является сбор данных, чтобы больше узнать о том, как формируется торнадо. В Национальном метеоцентре в Оклахоме специалист по торнадо Джим Ладью знает, что искать. Часто перед тем, как воронка касается земли, поднимается грязь. А находясь впереди грозы, можно почувствовать ветер за спиной, в то время, как гроза затягивает в себя воздух. Ближе можно увидеть, как нижняя граница облака начинает вращаться быстрее. Чувствуешь себя буквально на краю Ниагарского водопада. Если подойти слишком близко, то торнадо выведет из строя оборудование, а может быть, и ученого. Каждую весну, вооруженные высокотехнологичными сканерами, профессиональные охотники за грозой рискуют своей жизнью в надежде поймать торнадо. Робин Танамачи на протяжении восьми лет охотится за грозами. Находясь рядом, она сможет увидеть, как в грозе формируется торнадо. Мы должны срочно выехать на север, в северную Оклахому, вероятно, еще в южный Канзас. В циклоне может образоваться пара сверхъячеек. Будем надеяться, что они сформируют торнадо, и мы его сканируем. Поиск торнадо сравним с поиском иголки в стоге сена. Действительно, равнины очень широкие, а чтобы рассмотреть торнадо, надо находиться всего в паре километров от него. Поэтому для успешной охоты на грозу требуются навыки прогнозирования, управления машиной и совокупность множества других факторов. Обнаружив торнадо, им надо работать быстро. Они сканируют грозу с помощью доплеровской радиолокационной станции. С антен посылаются лучи, попадающие в капли в облаке и передающие данные на компьютеры. Эти данные представляют собой рентгеновский снимок грозы. Ученые надеются, что увидят на этом снимке место возникновения торнадо. Но для создания снимка грозы доплеровской станции требуется минимум шесть минут. Им нужна более быстрая станция. Возможно, она есть мега-заводы. Далее на Надгео HD. Человек способен на чудеса инженерной мысли. Но все когда-нибудь ломается. Присоединяйтесь к Шону Райли и бригадам самых умелых в мире мастеров. Они осуществляют ремонт колоссального масштаба, дорогостоящий и опасный. Если сломалось что-то большое, они починят. Труднейший в мире ремонт. По пятницам в 23.50 на канале Надгео HD. Если хотите пойти со мной, это на ваш риск. Далеко в горах между Афганистаном и Пакистаном, где, как считалось, скрывался Усама бен Ладен, хозяйничают талибы, продолжающие свою священную войну. То, что они сделали, действительно ужасно. Надгео приглашает вас в места, скрытые от глаз чужаков до сих пор. Взгляд изнутри. Талибанистан. Воскресенье в 23.00. Даг Форсайт из Национальной лаборатории по изучению ураганов в Оклахоме только что создал станцию раннего предупреждения на основе военных технологий. Радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой. Традиционная станция начинает сканирование с нижней части грозы. Ко времени достижения ее вершины внизу все изменилось. Слишком медленно, чтобы уловить все детали возникновения торнадо. При использовании станции с фазированной антенной решеткой сканирование производится несколькими быстропосланными лучами. Чтобы успеть, мы должны быстрее сканировать. Если с фазированной антенной решеткой это займет меньше минуты, то на второй минуте я могу послать предупреждение, уже улучшив время на четыре минуты. Сейчас время опережения составляет примерно тринадцать минут, и это очень неплохо, но мы хотели бы его увеличить. Станция с фазированной антенной решеткой имеет два преимущества. Возможно, с ее помощью исследователи смогут разгадать загадку формирования торнадо, а синоптикам она дает возможность раньше отправлять предупреждение. Великий вторник это могло спасти жизни. В грузовике группы Робинтона-Мачи теперь есть станция с фазированной антенной решеткой. Вместо того, чтобы ждать, пока гроза обрушится на радиолокационную станцию Дага, ее можно найти самостоятельно. Мы чувствуем себя на пороге открытия благодаря технологии фазированной антенной решетки. Картина развития грозы теперь получается более подробной. Ее развертывание можно проследить в деталях. Но в этом сезоне возникновение торнадо неуловимо. Однако в данных они обнаружили кое-что важное. Получение нового набора данных, его ввод в компьютерную модель изучения похоже на утоление жажды из пожарного шланга. Голова идет кругом от того, сколько всего можно сделать с этими данными, от количества способов их анализа и визуализации. Загрузив данные последней грозы в компьютер, Форсайт заметил странные узоры. В этой грозе видны изменения, которых раньше никогда не было. Здесь проходят волны о существовании, которых, я думаю, метеорологи не догадываются. Их не видно на снимках между четвертой и шестой минутами, как будто ничего не происходит. Коричневая масса — это гроза. Новые элементы, выявленные станцией, возможно, служат пусковыми механизмами для торнадо. Например, эти волны движутся через сверх ячейку. Мы действительно видим в грозе новые явления, которых раньше никогда не видели. Обнаружение этих волн задолго до зарождения торнадо может подарить спасительные минуты. Мы проведем некоторые исследования, чтобы понять, что происходит в действительности. Думаю, в течение нескольких лет мы сложим все воедино и продвинемся в области предупреждений и, по крайней мере, возможного понимания происхождения торнадо. Ранние предупреждения спасут жизни. Под обломками Великого Вторника лежит еще одна спасительная догадка. В Великий Вторник было разрушено более тысячи домов. Новые исследования в области проектирования зданий говорят о том, что этих потерь можно было избежать, а также привели к некоторым догадкам о происходящем внутри торнадо. Исследователи, разбирающие обломки после Великого Вторника, убедились, торнадо становится более сильными. Что можно сделать, чтобы защититься? После первого обследования разрушения оставленных торнадо, инженер ветряных конструкций Парта Саркар из Университета штата Айова решил принять меры. Торнадо можно пережить, но вся жизнь перевернута вверх дном, потому что исчез дом, исчез весь район, и меня это очень беспокоит. Увидев машины, подвергшиеся ЕФ-5 и искореженные до неузнаваемости, понимаешь, что людям перед таким ветром не устоять. И надо что-то предпринимать. В Великий Вторник только в Теннесси было разрушено 500 домов. Стоимость восстановления составляет сотни миллионов. Саркар считает, что потерь от новых более сильных торнадо можно избежать. Мы можем что-то предпринять, вести исследования, можем спроектировать дома, которые, по крайней мере, не будут уничтожены полностью. Если дом разрушен, частично его можно восстановить, а если полностью нет. Чтобы выяснить, как защитить здание, ему нужно знать, как ведет себя ветер в мощном торнадо. А для этого нужно создать торнадо. Он звонит специалисту по торнадо Биллу Галлосу. Этот звонок я никогда не забуду. Парта хотел сконструировать первую аэродинамическую трубу, способную сформировать движущийся торнадо, и хотел обсудить способы создания симулятора движущегося торнадо. И когда я положил трубку, я посмотрел вверх и подумал, отлично. Их сотрудничество послужит не только улучшению конструкции зданий, но и объяснит, как торнадо срывает крыши. Первые встречи проходили очень весело, потому что инженеры и ученые говорят на очень разных языках. Мы разными словами говорили об одном и том же явлении. А потом я упомянул, что согласно одной из метеорологических теорий, в зарождении торнадо участвует нисходящий к землепоток в форме пончика или кольца. Догадки Галлуса помогли Саркеру в создании машины, производящей торнадо. Вот результат их сотрудничества. Торнадо в банке 5,5 метров шириной и 3,5 высотой, подвешенной над целевой моделью. Самый большой и реалистичный из всех симуляторов торнадо. С его помощью можно воссоздать торнадо, возникший в Великий Вторник, от ЕФ-1 до более сильных ЕФ-5. Это единственный симулятор, который позволяет измерить, какое влияние оказывают порывы ветра на различные конструкции. Когда симулятор был уже создан, перед его запуском, думаю, многие люди были до смерти напуганы ожиданием того, что могло произойти. В прошлом, при исследованиях, связанных с аэродинамической трубой, удавалось симулировать только линейный ветер. С помощью этой машины видно, как круговой ветер торнадо может сорвать с дома крышу буквально как пробку. В новых конструкциях зданий теперь появятся предупредительные меры. Каждый раз, включая машину, я наслаждаюсь. Но машина помогла в понимании не только этого вопроса. Для создания торнадо в симуляторе был усилен нисходящий поток. Возможно, это один из неуловимых ингредиентов реального торнадо. Эта группа ученых изучила вопрос более внимательно. Нисходящий поток — это быстрое воздушное течение, направленное вниз через центр воронки. Мы пока не знаем, как возникает нисходящий поток, но он концентрирует вращение грозы, втягивая ее внутрь. Похоже, нисходящий поток создает достаточный уровень вращения для возникновения торнадо. Возможно, торнадо создаются различными способами, но похоже, тот факт, что нисходящий поток устремляется вниз, к земле, почти в форме кольца и приводит к возникновению торнадо. И если торнадо становятся более сильными, то этот симулятор может поведать нам о том, как они формируются и на что способен ветер. Но сейчас ученым предстоит решить одну более неотложную проблему. похоже, что с торнадо происходит что-то еще. Они не только становятся более сильными, они не только обрушиваются вне сезона, они обрушиваются вне аллеи торнадо. Синоптики должны выяснить, по какой причине. В 7.15 вечера в Великий Вторник Арканзас дрогнул под натиском семи торнадо. Теперь под атакой Теннесси назревают другие грозы. Группа в центре прогнозирования гроз может только наблюдать. В этот момент мы беспомощны, потому что разворачиваются ужасные погодные явления и может появиться торнадо. Понятно, что много людей под угрозой, но также понятно, что было сделано все возможное. Буйство чудовищного циклона на севере южного региона несет еще одну абсолютную неожиданность. Против всех прогнозов одно грозовое облако пересекает границу штата Теннесси, покидает аллею торнадо и направляется в Кентукки. В среднем в Кентукки бывает 10 небольших торнадо в год, в основном весной. А в эту единственную ночь штату угрожают 24 мощных торнадо. Зимние атаки обычно происходят на юге, в Арканзасе и Техасе, где торнадо могут подпитаться теплым воздухом. По какой причине они заходят так далеко на север? Это феноменально редкое явление приводит к самому страшному открытию. Суперторнадо держит курс на Чикаго. Атака торнадо Великого Вторника продемонстрировала, что более сильные торнадо теперь возникают вне обычного для них сезона. Обвиняемый Ланинья, чей охлажденный морской эффект распространяет потоки струйного течения на Землю, увеличивая скорость вращения зимних гроз. Идеальные условия для торнадо. Но есть еще одна загадка. Почему торнадо появляются дальше на север, вне аллеи торнадо? И снова ответы можно найти в событиях того трагического дня. 19.35 Великий Вторник. на Кентукки вот-вот обрушатся первые 24 торнадо. Считается, что этот штат расположен слишком далеко на север для такого количества. В центре прогнозирования гроз Грег Карбин не может ничего сделать. Когда тем вечером я пошел домой, я не знал, что погибли уже 14 человек. Я знал, что грядут ужасные торнадо еще за день до этого. Но точные данные еще не были известны. Великий Вторник торнадо перешли на новые территории, количество смертей увеличилось. Но и гроза здесь погибает. Торнадо затягивает теплый влажный воздух на уровне земли, а создавший его нисходящий поток продолжает снижаться. Холодный воздух нисходящего потока скапливается в основании торнадо закольцовывается вокруг воронки и отрезает доступ теплого воздуха. Торнадо медленно задыхается под действием породившей его силы. С отступлением последнего торнадо энергия гроз Великого Вторника угасает. Создавший их дисбаланс исчез. Равновесие восстановлено. Но почему торнадо переместились за границы штата? Благодаря какой силе они продвинулись так далеко на север в места, где их ожидали менее всего? В Институте Карнеги города Стэнфорда, Калифорния специалист по климату Кен Калдейра возможно наткнулся на ответ. Калдейра изучает струйное течение в надежде обуздать его силу. Если бы мы каким-то образом могли подсоединиться к этой энергии, то получили бы невероятный ресурс. Калдейра создает атлас с указанием наилучших мест для установки ветряных двигателей на пути струйного течения. Из года в год он составляет карту струйного течения и заметил тревожные признаки. За последние два десятилетия струйное течение сместилось на север. С его перемещением сдвигаются и сильные грозы. Это может объяснить, почему Великий Вторник был задет штат Кентукки. Струйные течения играют роль направляющей для грозы и влияют на места возникновения гроз. Поэтому, если торнадо раньше возникали в основном на южных территориях, то теперь встречаются все дальше на севере. Но почему струйное течение смещается на север? Калдейра ищет ответ на юге. Последние 20 лет температура у экватора неуклонно повышается. Струйное течение это граница между тропическим и полярным воздухом. Из-за расширения теплой воздушной массы у экватора полярная воздушная масса сокращается. В результате струйное течение смещается на север. Какова вероятность, что внезапная атака на Кентукки была вызвана глобальным потеплением? Погоду можно представить себе в виде хаоса, вроде игры в кости. мы кидаем кости погоды и иногда выпадает худший вариант две единицы. Изменение климата можно рассматривать как игру. Следует ожидать больше невыгодных комбинаций. Из-за глобального потепления будет возникать больше подобных гроз. Если вы живете на севере от аллеи торнадо и сейчас о них не думаете, то в недалеком будущем торнадо появится у вас на крыльце. Струйное течение сдвигается на север на полтора километра в год. В недалеком будущем Чикаго может стать центром аллеи торнадо. По подсчетам ученых, при прохождении крупного торнадо по Чикаго ущерб может составить 40 миллиардов долларов, может погибнуть 45 тысяч человек. Понимание причины трагических событий Великого Вторника 2008 года позволяет ученым предсказывать еще более серьезные события. Революционные открытия Алланиния и струйном течении войдут в историю метеорологии. Думаю, что очень важно не отчаиваться, а научиться на этом опыте, получить знания для предсказания значительных событий в будущем. Одним из таких значительных событий может стать совершенный кошмар, удар суперторнадо по Чикаго. Однако к тому времени, когда это произойдет, мы, возможно, будем готовы. Разгадав тайну возникновения торнадо, имея время, чтобы предупредить об опасности, и сконструировав здания, способные противостоять самому худшему. Наука может стать лучом надежды в самом темном облаке. и сконструировав цвета. Программа озвучена студией Арк ТВ. Текст читал Петр Тобелевич. Субтитры создавал DimaTorzok